Чем дольше длится пандемия, тем больше приемов придумывают власти, чтобы ее победить. Теперь на очереди добровольно-принудительная вакцинация, для которой уже подготовили рекомендации по отстранению работников, если те не согласятся. И даже удаленная работа дома не причина для того, чтобы работодатель не отстранял сотрудников. Пока это лишь рекомендации, однако с них всегда все и начинается, постепенно превращаясь в требования. Таким образом, власти хотят достичь тех самых 60% вакцинированных, а с ними, видимо, и встретить третью волну коронавируса, о которой заговорила Всемирная организация здравоохранения. Спешка тут обусловлена все теми же выборами. До 19 сентября уже рукой подать, но эта рука все еще не уколота вакциной. И как будут справляться власти? Дистанционное голосование, да еще и проводимое в три дня, вряд ли кого-то устроит. С другой стороны, из бюджетных организаций уже доносятся сведения о первых несогласных оставшихся неудил. И если всех отстранять направо и налево, то кто же будет голосовать за такую власть? Тем не менее, у этой самой власти все схвачено. В ход пойдут старые добрые методы, которые теперь будет сложно отследить, ведь онлайн-трансляции с выборных участков тоже хотят ограничить. Как будет развиваться этот выборный цирк, своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился политолог Павел Салин. Ну, это, скажем так, не решающий фактор, потому что, вне зависимости от того, будет голосовать бюджетник или кто-то еще, власть, она готовится все-таки сделать ставку на административный ресурс и последовательно готовит поляну или картину для того, чтобы ей ничего не мешало воспользоваться этим ресурсом. И вчерашнее решение ограничить видеонаблюдение на выборах, оно является элементом как раз такой подготовки. Ну, им не помешает, или, скорее всего, не помешает, чего попытаться воспользоваться административным ресурсом. А вот получится или нет, это будет зависеть от состояния общества в тот момент. Мы, вряд ли, сможем его прогнозировать. А состояние общества, если нерегулируемое, то его можно сфальсифицировать. Чем власти и займутся, уверен эксперт. Кремль обоснует и вакцинацию, и свои победы на выборах якобы просьбами трудящихся. Именно для этого близкие к столичным властям общественники именно с подачи московских властей устраивают в конце месяца так называемый общественный опрос. Скорее всего, по его итогам будет заявлено, что общественность поддерживает принудительную вакцинацию и будут вводиться новые меры для непривитых со ссылкой на этот опрос и на европейскую практику, уверен Павел Салин. Тоже все зависит от динамики и заболевания, и вакцинации. Пока власть смотрит на московский опыт. А московский опыт говорит о том, что вакцинация, она несколько застапливается и будут, наверное, вводить какие-то новые меры. Но для того, чтобы окончательно власть принять решение, необходимо легендировать введение новых мер с кавычках просьбами трудящихся. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте.